И всем привет, дорогие друзья и подписчики! Вы на канале Никита Брулевич. У меня стало 95 подписчиков, и поэтому я снимаю новую версию моей коллекции головоломок. У меня всего их 53 головоломки. Разные, интересные. Прошлые части еще было... Нет, даже 54. В прошлой части их было у меня 40. Вот моя комната. Ну давайте... Вон мой стол. Ну давайте я начну. С чего я первая начинаю? Это моя спидкуберская полка. Но, как видите, она пустая. Давайте поставлю камеру поудобнее. И теперь я начинаю. Давайте по традиции я начну с обычного кубика Рубика, самого первого моего 3х3. И вот он, мой самый первый. Он еле крутится. Он покрашен старый очень. Ну, такой... Так себе, конечно. Ну, для первой трешки он нормальный. Он крутится как Рубикс. Только хуже. Цвета на нем расположены. Белый, синий, красный. Ну да, тут правильно все. Хороший кубик для первого раза. Для новичка. Но... С ним сейчас я уже вообще почти не собираю. Дальше. Следующий. Мой основной кубик Рубика. Это... Это... Это Циклон Боис. 3х3. Цвета на нем правильные. Очень красивые. Приехал он мне на Новый год. Еще. С 2017 на 2018. То есть давно уже очень. Ну вот. Наклейки. У него... Ой, не наклейки. У него сегодня пластик очень красивый. Классный кубик. Мне нравится. Он у меня до сих пор основной. До сих пор не сломался. Дальше. Следующий. Следующий кубик у меня. Ну, по традиции. Так, сейчас его постараюсь еще раз найти. Где-то он здесь. Куда же я его положил? Ладно. Пока буду искать. Но сначала тогда... Вот. Покажу вам мои две трешки 3х3 маленькие. Цвета у них неправильные. Тут белый. Белый, оранжевый и красный. Напротив белого у нас синий. Но этот точно такой же. От него был еще этот брелок. Сейчас его прицеплю к нему. Тоже, если я его найду. Хотя лучше не буду. Так, мне кажется, они красивее. Так что, я нашел следующий кубик. У меня 2х2 от Cyclone Boys. Вот, 2х2 у меня очень быстрый. Тоже на Новый год был. Но очень классный. Основной, потому что у меня больше нет 2х2. Ну, можно сказать, нет. Дальше. Следующие кубы тоже на Новый год ко мне пришли это 4х4 от Cyclone Boys. Он даже лучше, чем от Мою. Потому что он быстрее крутится, чем Мою. На нем нет, ну, только одна царапина. Очень классный. Быстрый, самое главное. И цвета на нем правильные. Дальше. Из той же серии на Новый год. 5х5. Тоже цвета быстрые. Он тоже классный очень. Реально крутой куб. Даже не знаю, что еще про него хорошего сказать. На него обучалки еще не было, потому что я так до конца и не изучил. Нет, я умею собирать, но я не изучил случаи, которые могут быть, когда я по 3 ребра выстраиваю, когда последние 2 остаются. Но реально крутой. И теперь еще. Мой новый куб, которого вы не видели еще. Это самодельный 1х1. Сделал я его из обычного кубика. Он очень такой прикольный. И я на нем цвета сделал правильные. Сам разукрашивал. Вот скотч, наверное, видно. Его собирать очень тяжело. Даже не знаю, как его собрать. В интернете всего одна обучалка. Может быть, у меня тоже будет потом. Ну, вот такой вот. Дальше у меня... Сейчас еще достану. Где-то он тут. Вот. Это кубик 0х0. Его я тоже собирать пока не умею. Ну, нет, я не знаю, я умею его собирать, но я не знаю, как его собирать. Вот. 0х0, думаю, вот. Видите, вот он тут вот стоит. Ну, дальше, после 0х0... Сейчас я его беру. У меня дальше идут пирамидки. Сначала моя первая пирамидка. Я с нее снял углы. Сейчас покажу. Вот. Я снял с нее эти три угла. А четвертая потом покажу, куда я применил. Вот еще брелочек нашел, кстати, от этих кубиков. Вот. Ну, пирамидка эта. У меня много раз разваливалась на части, болты откручивались. Ну, так себе пирамидка-то, не очень. Не очень. Вот этот вот, кстати, кубик у меня из... Ну, не помню, из Швеции, по-моему. Где родился, вернее, Рубик, я не помню. Ну, в общем, оттуда мы его там покупали. Пирамидка эта. Крутится не очень. Еще вы можете увидеть, что цвета у нее какие-то странные. Черный, оранжевый. Тут только красный и зеленый нормально. Ну, так вот, дальше у меня нормальная пирамидка. Новая. Ну, не новая, ей же год. Но от нее вообще не видно, чтобы что-то отлетело, чтобы она как-то замаралась. Вообще, очень классная пирамидка. Быстрая, самое главное. По ней я не делал обучалки, вы ее вообще первый раз, по-моему, видите. То есть, обучалка у меня была по этой пирамидке еще. Ну, вот это вот классная, реально. Дальше, что меня очень удивило, следующая головоломка, пирамидка 2х2, или, так сказать, пираморфикс. Потому что он крутится, как пираморфикс. Эта головоломка мне набрала на канале 5400 просмотров на данный момент. Я не знаю, почему она так стала популярна. Так она всем нравится. Наверное, потому что обучалок мало. Их там всего, по-моему, 4. Все думают, что просто собирать. Она очень известна. Кстати, еще на 2х2 у меня 1900 просмотров. Ну, тоже много. Вот это вот пираморфикс этот классный. Тоже ни разу не ломался. Наклейки хорошие, ровные. Дальше у меня по плану идет, для чего я применил, куда точнее, вот этот угол, который я снял. Я из него сделал пирамидку 1х1. И на нее в интернете ни одной обучалки нет. Я, может быть, сниму обучалку на пирамидку 1х1. Вот я это все заклеил. Ну, вот эти вот три цвета, которые были, я их заклеил другими. А вот где желтый, у меня может, если нажать посильнее, то оно продавится. Потому что там вот эта пустота. Пирамидка это тоже быстрая очень, самодельная. Можете сниму видео, как самому сделать вот эти вот два кубика. Головоломки эти две. А у нас мы идем дальше. Раз про пирамидку, или пираморфикс 2х2 я сказал, то я могу сказать про пираморфикс 3х3. У меня от него даже коробочка есть, по-моему. Так, где же у меня коробочка? Вот. От 3х3 я, по-моему, выкинул коробочку. И 2х2, 4х4, 5х5 тоже. С остальными там были пакеты только. Потому что они палаточные. От фирмы. Забыл, как фирма это называется. А, это шинк-шоу. Крутой. Крутая фирма. Да и головоломка очень быстрая. Я буквально недавно научился прям с уверенностью собирать. И выпустил обучалку. Дальше. Головоломка, которая у меня относится к числу с 3х самых сложных, непобедимых, которые ни разу не собирал и даже не разбирал. Это пираморфик с 5х5. Он вообще очень тяжелый, я думаю. Потому что у него вот это вот все центры. Думаю, он очень сложно собирается. Я его не разбирал ни разу. К тому же у него вот этот... Он сам огромный, а центр у него... Ой, уголок у него такой маленький-маленький вот этот вот. Он может, мне кажется, в любой момент вылететь. Хотя он тоже от... Вроде бы шинк-шоу. Да. Он тоже от шинк-шоу. Такие же цвета. А вообще на нем должен был быть вот тут вот... И на том зеленый цвет, такой темный. Но у меня светлый попался. И это мне даже нравится. Дальше. Следующий кубик, который я хочу вам показать. Это давайте будет... Давайте это будет... Ну, даже не знаю. Ну... Ну, ладно. Давайте следующий зеркальный куб. Зеркальный тоже от Cyclone Boys. Но я от него сохранил коробочку. Вот показано, как он может на детали разлетаться. У моих друзей такое случалось. Но у меня он ни разу не разлетался. И у меня он попался довольно быстрый. Заедает иногда. Но качество у него хорошее. Я не знаю, сколько стоил. Мне его подарили на 23 февраля. Которое уже давно было. Год назад тоже. Но он тоже... Ну, классный. Я бы сказала, он... Даже... Ну, быстрый. Его можно так назвать. Или нет. Следующий мой новый. Который мне купили. Буквально. Четыре дня назад. Ну, или пять. Ладно. Ну, в общем, на этой неделе. Это Scube. Scube от фирмы Magic Cube. Magic Cube вообще славится тем, что у нее получаются головоломки редкие довольно. Которые не продаются просто так. Так, ну, Scube можно купить от другой фирмы, конечно. Их много. Но этот Scube мне очень нравится. Он стоил 350 рублей. Но есть за что. Хотя мама рассчитывала, что он будет 200 или 250. Что меня удивило, то, что у меня еще есть 200 Scube. И он стоит 250. То есть обычный, но 100 рублей дороже, чем вот этот вот. 200 Scube. Он как будто вот так вот закручен. Его не было еще в прошлой части. Я про него не снимал. Но он тоже... Мне вообще не важна его скорость. Мне нравится, что он такой красивый. От фирмы тоже Magic Cube. Тут еще дорисованы какие. Еще существует. Мне хочется вот этот вот клевер. И еще где-то звезда была. А, вот на. Где-то на коробке здесь. Вот этот вот. Классный. Вот этот ряду. Ну вот. Этот. Он. Scube. Он мне очень нравится. Потому что он необычный. Я его увидел 1 июня. Когда был день детей. Мы поехали в парк. И там была распродажа. Сначала подумал 150 рублей. Потом оказалось 250. Ну давайте дальше. У нас будет. Мой самодельный. Куб. Цифровой. Ну или циферный. Цифровой круче звучит. Он не крутится. Потому что. Чтобы его покрутить. Нужно быть очень сильным. Это был обычный кубик. Потом я все наклейки содрал. Я хотел сделать кубик. Вот с таким. Чтобы это было одной частью. Вот это вот. Но потом я это разобрал. Взял эти кругляшки. Когда бумагу прорезают. И наклеил их. По нему у меня не было обучалки. Но он. Очень плохого качества. Но. Он самодельный. Поэтому. Он мне нравится. Ну соответственно. Он без коробки. Следующий куб. Про который я хочу вам рассказать. Это шестеренчатый. Собирается он просто. И вот мой. Лайфхак. Который вам хочу рассказать. Что делать. Если вы хотите себе шестеренчатый кубик. Но. У вас. Либо нет денег. Либо не находите. Либо не разрешают покупать. Вы можете запутывать. Три на три. Так же. Как шестеренчатый. То есть смотрите. Крутить вы можете только так. За один ход. Вы можете делать два раза. Например. Правая. И середина один раз. И он будет запутываться. Как шестеренчатый. Шестеренчатый. Он продавался тоже. Без коробки. Не помню. Или сколько. Фирма тут. Ну не вижу какая. Вот. Вот. У шестеренчатых я больше фирм не знаю. Которые делают. Ну так что он классный очень. Один раз только. Вот это вот ребро перевернулось. Качество замечательное. В общем. Мне он нравится. Я еще забыл сказать. Когда я говорил. Про. Три на три. Вот этот вот. Я забыл сказать. Про один на один такой. Это обычный игральный кубик. Но смотрите. Это как будто бы. Такой цифровой. Или циферный куб. Один на один. Его тоже просто собирать. Следующий. Это. Два на два. Крестики нолики. Собирается он как обычный. Два на два. Фирма. Про. Мисс. Ю. Ну какая-то. Странь. Это просто фирма игрушек. А не кубиков отдельно. Боловоломок. Ну так себе. Внутри у него вообще непонятно что. Это кубик. Брат мой захотел купить. Но потом он про него забыл. Брату 6 лет сейчас. Тогда ему было 5. Ну не купить захотел. Просто попросил. Чтобы мама купила. Следующая. Головоломка. Это бочка от фирмы The Coupe. Z-Coupe. Тут тоже Magic Coupe написано. Может это одно и то же. Бочка крутится довольно быстро. Другая фирма никакая. Именно такую бочку не делает. Она делает чтобы вот так вот цвета располагались. Но такую бочку кроме Z-Coupe никто не делает. Никакая фирма. Покупала ее в том же магазине что и шестеренчатый. И сквайр про который я потом расскажу. Бочка довольно хорошая. Красивая. Самое главное. Она не сломалась. Так как у моего друга. У него она просто на детали развалилась. Из нее куча масла вытекла год назад. Еще и прошлым летом. Тоже. Ну в общем. У него она развалилась. Дальше. Раз я уже заикнулся про сквайр. Тогда. Я покажу вам свой сквайр. Сквайр. У меня по нему тоже очень много просмотров набрала обучалка. Я его тоже в том магазине покупал. Он очень качественный. Красивый. Очень редко у него вылетают вот эти вот. Детали сейчас я покажу. А я покажу на красный. Вот например вот. Даже сейчас не вылетит. Вот детали бывает что разъединяются. Вот так вот вылетают. Это лайфхак если вы запутались немножко и не можете поменять. Или паритет не хотите решать. Можно так сделать. Просто перестать местами. Дальше. Моя вторая непобедимая головоломка. Которую разбирал. Это я разбирал. Но не смог собрать. У меня даже видео про это есть. Это SuperSquare 1 или SuperSquare 1. На русском про него нет обучалки. Там только два видео. Один толком не разобрал. Это головоломка. Другой просто показывал ее. На английском есть обучалки. Надо попробовать их изучить. Куб вообще ужасного качества. Много друга еще хуже попался. Сейчас тут этот центр слетает. Например. Сейчас покажу как. Ну вот так вот. Сейчас он как-нибудь так стоит. И вообще невозможно ничего крутить. Кроме вот этих вот. Ну не плохого качества. Но он почему-то стал непобедимой головоломкой. Ну раз я говорю про непобедимое. Тогда. Я вам покажу. Моего последнего. Непобедимого. Который. Ну который прям. Прям вообще. Это. Axis Time Wheel. Это такой куб странный. У которого вот эти вот штуки. Они вращаются на своей оси. Он сам может так крутиться. Но потом у него могут еще вот эти вот штуки крутиться. И он может дальше еще ехать. Потом можно вот тут вот доехать. И еще вот так вот покрутить. И дальше еще. Но дальше я уже не буду. Я его ни разу не разбирал. Потому что как только его увидел. Мне его кстати подарили на день рождения. Который был в прошлом году. Мне очень страшно стало сразу его разбирать. Потому что он. Ну тут столько этих колес. Как я их называю. Потому что это типа временное колесо. Шесть этих колес. Очень тяжелый. Очень качественный. От Мою. Классный. И еще. Который мне заказали от Мою. Один из лучших в мире. У меня. Мега Минкс. Я коробочкой заклеила. Тут немножко. Опять порвалось. По-моему. Ну ничего страшного. Коробочка. Это коробочка. У меня еще вот такой Мега Минкс был. Но как только мне его купили. Увидели. Мама. Купила. Она сразу увидела. Что у меня такое есть. И поэтому передарила его кому-то. Мега Минкс. Вот от Мою. Видно. Наклейку не стал отклеивать. Очень. Классный. Быстрый. И с ним можно. Ставить рекорды. Очень. Быстрый. Собирать. С этим Мега Минксом. Так. Дальше. Следующий. Следующий куб. Про который я вам хочу рассказать. Это. Ну тоже. От фирмы. Мэджик Куб. Стоил он. 315 рублей. Это вот этот вот. Кубой. 2 на 2 на 3. По нему у меня есть обучалка. Иногда бывает то. Что он. Он заклинивает. Как сейчас. А потом. Просто на части разваливается. Это было раньше. Сейчас уже он перестал. Разваливаться на части. Ну вот. Он с ним спидку. С ним спидкумировать нельзя. Если попробуешь быстро покрутить. Все сразу уже развалится. Быстро он не крутится. Но все равно. Мне он нравится. Следующий. Будет видео про мой двор. И обучалка. Обучалка на. Например. Брик куб. Ну так что. Давайте. Поехали. Мы дальше. Вот как только посмотришь на эту коробку. Три месяца. За три дня точно. Сегодня утром лежал. И можно сказать почти полностью его собрал. Ну. Очень по качеству хороший. От фирмы. Не знаю какой. Фирма. Голст куб ниндзя. Но очень крутой. Вот. Я еще забыл показать. Эту коробочку. От кубика. Который крестики нолики. Дальше. У меня. Вот такой вот. Эксис куб. С его коробкой. Что тут написано то что это. Биан Хуан Джин Гэнг куб. Он от фирмы. Нет. Не знаю. Это какой фирмы. Ян Джан. То есть. Ну. В общем. Он очень-очень быстрый. Качество в нем замечательное. Наклейки не отклеиваются. Но он все равно. Намного. Легче. Чем вот этот вот. Голст куб. Потому что. Тут. Сразу понятно. Под светом. Что собирать. Что тут вообще ты ищешь. Или нет. Ничего не собирается. А еще тут. Вот когда он просто. В таком положении. Нельзя. Начать собирать. Тут нужно вот такие два движения сделать. Чтобы. Начать его собирать. Или разбирать. И соответственно. Чтобы что-то прокрутить. И поставить. Ты ставишь. Ты ставишь. Кажется что-то. Ничего. Не собралось. На самом деле могло там собраться. Непонятно. Получается. Следующий раз я уже при него заикнулся. Это. Брик куб. Упрощенный. У него. Потому что вот эти части не двигаются. Он стоил всего лишь на всего 200 рублей. Очень. Такой. Хорошего качества. Жалко только то, что он упрощенный. Эти не прорезаны. То есть вот. Но зато в него может возникнуть паритет. Потому что вот эта вот синяя часть. Она. Независимая. Как и зеленая. Их можно свободно поменять местами. И в конце концов. Тут будет паритет. С двумя углами. Которые никак не поменяешь. Следующий. Головоломка следующая. Следующая. Это. Кубоид. 3 на 3 на 1. Не 1 на 1 на 1 на 3. Потому что это фонарик. А это 3 на 3 на 1. И это упал. Он плоский. И у него. Помните я устраивал такую. Типа не викторин. Но просто спрашивал. Сколько на нем может быть цветов. На нем может быть 7 цветов. Потому что тут еще может быть черный цвет. Ну вот. Качество. Хорошего. Он не спиннер. Как у Евгения Бондаренко. Но все равно очень. Хороший. Следующий. Которого не было в прошлой части. Это. Мельница. Мельница. Красивая довольно. Но собирается она как обычная трешка. Я еще хотел. Раньше кубик. Который. Как 3 на 3. Только у него здесь вот одна большая деталь. А по краю маленький. А потом понял. То что зачем он на нее. Он собирается просто. Этот тоже простой. Очень качество. Среднее. Ну пойдет. Дальше. Мега бочка. По ней у меня есть обучалка. Мне кажется. Я ее тогда непонятно снял. Я посмотрю. Может пересниму как-нибудь. Прикол в ней такой. То что вот этот вот желтый. Желтая деталька со снежинкой. Она убирается. Так вот меняются детали. Запутывается она долго. И собирается тоже очень долго. Я ее лучше не буду сейчас разбирать. Потому что это потом очень долго с ней мучится. Она тоже прикольная. Тоже на день рождения мне подарили. Классный подарок был. Так что на этот день рождения. Себе бейблайды заказал. Так. Дальше. По-моему последний. Который прям кубоидный. Куб. Это вот такой вот лабиринт. Уже немножко это не по теме. Лабиринт. Такой. Прикольный. Мы сначала загоняем. Так сейчас я камеру в руку возьму. Загоняем. Шар вот сюда. Потом. Сейчас. Вот так вот делаем. Зато крышка выскакивает. А то у меня просто на финише был. Затем мы крышку обратно засовываем и ложим по денежку. Ну это у меня 10-рублевая. Потом. Это типа прикол на друзьями такой. Мы должны пройти лабиринт, чтобы достать обратно денежку. Но я не буду проходить. Пусть у меня будет сбережение. Такое. На всякий случай. Будет моя копилка. Дальше. Сейчас давайте я все свое подвину. Потому что у меня здесь еще осталось. А тут у меня уже, в общем-то, немного. А, еще же, правда, детали забыл. Еще я вам забыл сказать про последний мой кубик. Это пирамидка 0 на 0. Вот она. Она тоже прикольно собирается. Ну так вот. Дальше. Мой бумажный кубик. 3х3. Он мне сегодня... Я когда брал все кубики со стола, перетаскиваю, я его так вот случайно схватил и поэтому тут расклеился. Я приклеил, но получилось неровно. Дальше. Советская головоломка. Но она сложная довольно. Это я называю телефон. Тут всего есть три цвета. Голубой, черный. Ну, сейчас, если видно, будет... Вот, красный. И мы должны поставить все так, чтобы на одной стороне были черные, на другой голубые, посередине красные. Или как-то по-другому. Вот они выпадают из этой дыры часто. Советская еще головоломка. Старая. Но очень интересная. Дальше. Вот еще я не показал коробку от моего этого лабиринта. Сейчас закашляю немножко. Дальше у меня есть антистресс. И вот коробочка такая, который... Ну, я называю его 2х2... Ну, странный 2х2. Кубик. Тут еще должна быть такая звездочка, как у моего друга. Но тут ее нету. Ну, нормальный. Но это уже не совсем головоломка. Пойдем дальше. У меня есть... А, я забыла еще про одно из самых интересных. Прям мой... Мой... Рубикс Мэджик. Я его все-таки собрал случайно. Точнее, ну, сейчас он разобран. Точнее, мама мне помогла его собрать, потому что он был просто в разобранном состоянии. Первый раз, когда мне его только на день рождения подарили, мне его брат разобрал. А потом ко мне пришли друзья и его случайно разобрали. Ну, в общем, такая вот история с ним. Очень хорошая от фирмы. Лин-Га-Тойс. Ну, что-то такое. Первая малоизвестная, скорее всего. Но головоломка классная на этих, на лесках. Дальше уже пошли вот мои змейки. Зеленая змейка. Это зелено-белая была. Это синий-черный и синий-белый. Мейки всем им уже почти 7 лет. Ну, или даже больше чуть-чуть. Или ровно, ну, я не знаю. Классная тоже. Теперь немножко не по теме будет, наверное, мои спиннеры. Вот этот спиннер мой брат засунул в воду, и поэтому он еле крутится. Сейчас покажу, что внутри. Если получится открыть. Он ржавый внутри. Дальше. У меня вот этот спиннер. Папа мне его решил смазать, а теперь он вообще крутится мало. Сейчас попробую его до максимума раскрутить. Вот это его максимум. И он очень быстро останавливается. С того, что папа смазал его. Ну вот. И последний, который светится. У него одна вот эта уже перегорела. Ну вот он дольше всех крутится. Хотя на нем нет железа. В нем. Давайте дальше. Мои железные головоломки. Первое. Это треугольники. Нужно их разъединить друг от друга. Это вот так вот делается. Хотя можно потом в отдельном видео про все эти три головоломки. Дальше у меня восьмерки есть. Они самые сложные. Я уже не очень помню. А нет. Вроде бы помню. Как они разъединяются. Сейчас. Вот так. Как-то. Да. Ну и давайте последнее, которое у меня из этих железных. Это батареи. Она тоже прикольная. Тоже интересная. Я сейчас восьмерки не могу соединить обратно. Ну так и думал, что так случится. Давайте пойдем дальше. Уже остается. У меня есть немного. Ну давайте. Сейчас я покажу мое приспособление. Вот на то, что я всегда камеру ставлю на словарик. То, что мне помогает ее повыше поставить. Для наклона. Также для наклона у меня тут есть моя ручка. Но это уже вообще я далеко отошелся. Следующая головоломка. Это пятнашки. Но это Саша, мой брат, сегодня играл в них. Их перевернул. Но их можно легко доставать отсюда. И поэтому прикол. Тоже советские. Очень старые пятнашки. Потом идет. Идут, точнее, мои перплексусы. Вот один шар. Второй шар. Третий вот такой вот большой. И четвертый. Старый самый тоже такой же. Вот. А также у меня есть. Это уже не совсем головоломка. Ой. Такое вот. Баскетбольное. О! Баскетбольное. Кольцо такое. Очень интересное. И вот еще я нашел у себя такой лабиринт. Для шарика. Но это уже не по теме. Где? А. Вот. Шарик. Как раз посередине. Вот камеру мою видно. Камеру тоже заснял. Дальше. Дальше. Мои шпаргалки по кубику. Четыре на четыре на четыре. А также старые по два на два на три. И еще я кое-что забыл показать. Так. Плита у меня в листочках была. А ну же. Это не важно. Там просто у меня были старые шпаргалки. Но сейчас они мне не нужны. Список всех моих головоломок. Но я подробно его показывать не буду. Без и четыре их всего. Ну и под конец уже осталось тут немного. Вот. Моя собственная инструкция по пирамидке. И все-таки я думала, я ее кому-то дам. Например, Саше. Он, кстати, научился только пирамидку собирать. Но в итоге она пригодилась мне самому. После того, как я год не занимался спидгумингом. Также обучалки по сквайру мне самому помогли. Вот еще у меня мои инструкции есть. Это, по-моему, по мегаминксу. Дальше по... Так. Это не то. Это от моей колонки. Сюда кто-то бумажки засунул. По пираморфиксу. И вот еще тут две. Ну, по зеркальному кубику и по обычному кубику. По два на два. Вот еще две инструкции. Сейчас. По четыре на четыре и пять на пять. И самое последнее, про что я хочу показать, это подставки. Вот подставка, которая была вместе с экси-кубом. Сейчас я экси-куб, конечно, не найду. Но давайте поставлю сюда, например, сквайр. Вот как он стоит хорошо. Дальше. Мои собственные подставки, которые я сам делал. Вот для кубика два на два. В дизайне таком. Я специально так делал. Для мастера пираморфикса. Пираминкс. Пирамидка. Кубик. Три на три. Кубик. Четыре на четыре. Зеркальный. То есть мир. Миррор. Специально такого цвета. И последний. Это кубик. Пять на пять. Если. Ну ладно. Покажу. Груду, которую я сюда навалил. Ну. Если так можно сказать. Много очень. Беловоломок. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Просто в прошлой части было два дизлайка. За то, что картинка маленькая. В этой части такого уже не повторилось. Или не повторится, надеюсь. Подписывайтесь на мой канал. На канал. Как собрать кубик Рубика. И на канал Антона Баленкова. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.